Попугайте своих. Привет, Богдан. Как ты поживаешь? Замечательно. Давай, без лишних слов, наверное, мы пожелаем тебе удачи и порви аудиторию, расскажи про свою тему так, чтобы зажглось у всех. Спасибо. Давай, все? Давай. Удачи. Удачи, Богдан. И прежде, чем я начну свой рассказ, я хочу вам показать вот это вот изображение. Как думаете, что здесь изображено? Я думаю, вы с легкостью можете отгадать, что это автомобиль. Если вам покажу вот эту вот картинку, вы наверняка скажете, что это собака. А многие из вас скажут, что это хаски. Вот здесь вы можете видеть лицо человека. И многие, наверное, скажут, что это Джефф Безос. А многие скажут, что этот человек, это очень известный человек, и он является основателем Амазона. И на самом деле мой доклад в каком-то плане будет сегодня связан с Амазоном. И зачем же я это все сюда принес? Я хочу сказать, что человеческий мозг очень легко может распознать эти образы. И в случае с человеком мы также можем отличить одного человека от другого или распознать какие-то его эмоции. А сегодня же я поговорю о том, как наши веб-приложения могут делать то же самое. И прежде чем начать, немножечко фактов обо мне. Сейчас мне 21, я пришел в Никсы в 18 лет. И иногда я бегаю, здесь вот есть пара картиночек. А еще раньше я занимался спидкубингом, и я могу собрать кубик Рубика с закрытыми глазами. Да-да, это возможно. И, ну, пожалуй, самый интересный факт обо мне, это то, что я 3 минуты уже являюсь докладчиком на конференции. Ну, давайте перейдем ближе к делу. Часто в своих веб-приложениях мы храним какие-то изображения и видео. И иногда нам бы хотелось понимать, а что же именно изображено на этих изображениях. И если бы мы это знали, то тогда мы бы могли, например, искать по картинкам или каким-то образом группировать их. То есть пейзажи в одну папочку, автомобили в другую, людей в третью. И людей также можно, например, сгруппировать все фотографии какого-то конкретного человека в одну папочку. Еще одна задача, которую мы бы хотели решать, это отсеивание нежелательного контента, который пользователи могут нам загрузить. Я вот взял кое-какую фотографию и попытался загрузить ее в Инстаграм. Ну и как вы понимаете, у меня ничего с этим не получилось. Инстаграм поругался, поругался и не захотел такое постить. Вот что он мне на это сказал. Еще одна тема, которую мы затронем, это работа с лицами. Как их распознавать, какую информацию мы из них можем получить. И о том, как можно отличить одно лицо от другого, как их можно сравнить и понять, это тот же человек или не тот же человек. Я думаю, это очень интересно, по крайней мере для меня. И многие скажут, что помимо того, что это очень интересно, это еще и сложно. Потому что все мы знаем, что подобные штуки, они реализовываются при помощи нейронных сетей, машинного обучения. А с этим связано много разных сложных вещей. Это много скучной теории, много математики и тому подобное. Но, к сожалению или к счастью, сегодня об этом всем мы говорить не будем. А для тех, для кого все же к сожалению, я рад представить, что в этом году Nix Multicom открывает два новых направления. Это Sync Data Science и Sync Python. Поэтому, если вы хотели бы все же послушать более подробно про машинное обучение, то, я думаю, здесь вы сможете почерпнуть очень много полезной информации. А я же на своем докладе хочу рассказать о том, как это можно сделать гораздо проще, если использовать готовые сервисы. И этим сервисом является Amazon Recognition. Это сервис внутри инфраструктуры AWS, который позволяет решать те задачи, которые я описывал ранее. И поскольку он находится внутри платформы AWS, то он может очень легко взаимодействовать с другими сервисами внутри платформы. И про взаимодействие. Как же все-таки нам с ним взаимодействовать? Работает он по REST API. И в первую очередь нам, конечно же, нужно каким-то образом отправить свое изображение, свой файл в API. И самый простой способ, как это можно сделать, это отправить изображение в сыром виде в API. Но более распространенные способы, более удобные, это мы отправляем свое изображение на S3 Storage и потом уже указываем ему ссылочку. Но я думаю, все мы и так используем S3 для хранения своих файлов, поэтому этот вариант более предпочтительный. И первая функция, которую мы рассмотрим, это обнаружение меток. Запустить эту функцию можно, например, при помощи AWS CLI. Это консольная программка, которая позволяет взаимодействовать с платформой AWS. И в данном случае вот я вызываю service recognition и вызываю у него метод detect labels. И здесь я передаю ему ссылочку на S3. Но также для нас, как для разработчиков, более удобный вариант, это, конечно же, использовать SDK. И AWS SDK есть для любых языков программирования. Но так как метап сегодня у нас sim.php, то, конечно же, и примеры у меня будут на PHP. Вот здесь вы можете видеть пример кода, как можно вызвать метод detect labels у recognition. Я создаю клиент и отправляю ему файл в сыром виде, который только что считал с файловой системы. А вот здесь же вы можете видеть, как я передаю ссылочку на S3. И для того, чтобы продемонстрировать, как это работает, я взял фотографию своего рабочего места. Сейчас оно выглядит, конечно, неплохо, но обычно гораздо хуже. И я отправил эту фотографию в API. И вот какой результат я от него получаю. Мы видим здесь JSON. И в нем есть поле labels. Это те метки, которые я сервис смог здесь обнаружить. Это массив. И в нем вот есть объект. И, пожалуй, самый важный параметр, который нам в первую очередь должен бросаться в глаза, это name. Имя метки, которую здесь смогли распознать. В данном случае это стол. И также вы видите параметр parents. Это родительские метки для текущей метки. То есть в данном случае он видит, что это письменный стол. А письменный стол, он относится к категории столов. А столы у нас относятся к категории мебели. Поэтому он возвращает в родительских метках вот эти родительские метки нам. Также здесь видим параметр confidence. Это процент уверенности, с которой он смог здесь увидеть объекты. И еще один важный параметр — это instances. Это конкретные экземпляры объектов, которые мы смогли распознать. То есть здесь мы видим bounding box — это прямоугольничек, который показывает, где именно находится этот объект. Ну и для каждого инстанса у нас есть также confidence. И на самом деле вот этих меток инстансов может не быть, поскольку есть некоторые метки, которые относятся в целом ко всему изображению, а не к какому-то конкретному его фрагменту. Ну, например, если мы сфотографировали лес, то мы не можем сказать, что лес вот это в какой-то конкретной части изображения. А он относится, эта метка, она относится ко всему в целом. Или, например, пейзаж, архитектура и тому подобное. Я наложил эти метки на изображение. Ну и вот, что мы можем видеть. Он обнаружил, что здесь стол есть, ноутбук, клавиатура и кресло. И также в левом верхнем углу вы можете видеть метки, которые относятся к изображению в целом. Но в данном случае здесь нет ничего интересного, здесь просто дублируется все то же самое. Но если бы это была какая-нибудь фотография пейзажа, то мы бы там увидели пейзаж. И также вы можете видеть, что кубик Рубика, например, он не обнаружил. Но это, скорее всего, из-за того, что он маленький здесь и недостаточно качественный. Когда я пробовал загрузить большую фотографию кубика Рубика, то он с легкостью его мог распознать. Еще одна функция, которую я рассмотрю, это распознавание лиц. Мы можем все так же вызвать метод detectFaces и передать ему картинку. И кроме этого нам нужно также передать атрибуты. В данном случае здесь вы можете видеть all, но мы можем указать, какие конкретные атрибуты мы хотим получить из лица. Я взял свою фотографию, которую я ставлю на аватарке везде, отправил ее в API, ну и вот такой ответ я получаю. Здесь есть объект, в котором есть поле Face Details, и в нем вы можете видеть это массив. Поэтому если бы здесь было много людей, то было бы много лиц. Ну, в данном случае, оно одно. Здесь есть Bounded Box, то есть где именно находится мое лицо, рамочка. Pose — это поворот лица, то есть если бы моя голова была как-то вот так повернута, то он бы это показал. И также здесь есть параметр Quality, в котором есть яркость и резкость. Это можно использовать для того, чтобы определить... Если у нас есть несколько фотографий одного человека, мы можем их проанализировать и распознать, где лицо наше получилось более качественно. И выбрав лучшее, мы сможем более эффективно его использовать при сравнениях, при поиске и тому подобных функциях. Ну и также здесь есть Confidence. Он достаточно уверенно говорит, что здесь есть лицо. И на самом деле это не все параметры, которые он отдает. Здесь есть гораздо больше. Вот, например, еще некоторые из них я выписал. Он отдает возраст. Он говорит, что мне от 18 до 30. Ну и в принципе он прав. Также он говорит, что я здесь улыбаюсь. Он также считает, что я мужчина на 88%. Он утверждает, что у меня нет бороды, и он совершенно уверен, что у меня нет усов. Ну, пожалуй, это все правда. Также нам отдается массив Landmarks. Это некоторые, некие координаты ключевых элементов лица. Я здесь также выписал не все, только некоторые. Но их там на самом деле гораздо больше. Ну, то есть здесь мы можем видеть левый глаз, правый глаз, нос, рот. Но там также указаны разные части. Например, левая часть, что верхняя часть, правая. И вот так на каждый элемент лица много разных точек. И еще один параметр, который он отдает, это эмоции. Ну, вот здесь он говорит, что я счастливый на 88%. И немножечко я спокойный. Ну, и еще он что-то тут говорит, но говорит он это достаточно неуверенно. Поэтому, наверное, это неправда. Еще одна функция – это сравнение лиц. Я взял всю ту же свою фотографию. И также я взял фотографию вот этой вот замечательной команды, с которой мы участвовали в хакатоне от Google, хешкоуд. Кстати, очень советую сходить, если кто-то еще не был. Это очень интересно, очень такие хорошие эмоции испытываешь, когда нужно за короткое время сделать какой-то алгоритм. Я надеюсь, что в следующем году NYX смогут организовать нам все так же хаб для участия с кофе и бутербродами. Я отправил эти две фотографии в API. Вот source image – это мое лицо, и target image – это фотография команды. И вот такой результат я получаю. Здесь вы можете видеть source image face – это лицо на моей фотографии. Здесь bounding box и confidence. Есть лица, которые совпали, и есть лица, которые были обнаружены на второй фотографии, но их не было на первой фотографии. Ну и вот мы можем видеть, что он достаточно уверенно распознал, что вот мое лицо, оно совпало, а все остальные не совпадают. 99% уверенности, 99,9%. И на этом, пожалуй, я могу закончить с распознаванием изображений и перейти к чуть более интересной теме – это работа с видео. И работать с видео, на самом деле, чуть-чуть сложнее, поскольку если мы распознаем изображение, то этот процесс очень быстрый, и ответ от API мы можем получить сразу же. Но обработка видео может занимать до нескольких минут, и поэтому она должна происходить в фоне, и взаимодействовать с этим нам нужно асинхронно. Здесь я привел схемку, как это работать может. В первую очередь нам, конечно же, нужно загрузить файл на S3 в наше видео, и далее мы вызываем метод start-label-detection, после чего recognition начинает распознавание, и по завершению своей работы он сгенерирует события, и для этого он использует сервис Amazon SNS. Это Simple Notification Service. Это сервис, который позволяет отправлять события внутри AWS, то есть какие-то сервисы могут генерировать эти события, а какие-то сервисы могут на них подписываться. Ну и в данном случае я использую очередь SQS, которая умеет подписываться на события в SNS, и далее из этой очереди наше приложение уже может получать результат, получать эти события, и после этого мы можем запросить результат работы recognition, запросить самым методом метода get-label-detection. Я взял вот это видео, которое мы специально сняли в парке Шевченко. Здесь мы можем видеть много объектов. Вот ходят люди, ездят автомобили, автобус, и на фоне еще какие-то красивые здания. Я отправляю это все в API. Выглядит это примерно вот так. Здесь вот есть параметр client-request-token. Это некий уникальный идентификатор запроса нашего. Это нужно для того, что если мы отправляем несколько раз одно и то же видео, то чтобы обработка не началась сначала, а нам просто вернется ID-шник задачки, которая уже была создана. Также мы здесь указываем minconfidence. Это минимальный процент уверенности, с которыми он должен обнаружить какие-то объекты. И также здесь можно увидеть notification channel. В нем мы указываем SNS-topic, его идентификатор, то есть то, куда нужно сгенерировать события о завершении работы. И еще здесь есть роль. То есть внутри Амазона у нас все прикрыто пермиссиями. И для того, чтобы recognition мог отправить события в SNS, ему нужны на это права. И поэтому нам нужно также передать роль, у которой есть права на то, чтобы писать события в SNS. Ну и само собой разумеется, мы отправляем сюда VIO, то есть ссылочку на видео, которое лежит в S3. Вот так выглядит событие, которое он отправляет в SNS, ну и которое потом у нас перенаправляется в очереди с QS. И в данном случае оно пишет, что обработка завершена успешно, но то видео, которое я показывал, оно было снято в 4К, и оно имело кодек H265. И как оказалось, Amazon Recognition не умеет работать с этим кодеком, поэтому он изначально мне выдал ошибку и сказал, что не поддерживается такой кодек. Мне пришлось его перекодировать в H264, и теперь, как видим, все успешно распозналось. Для того, чтобы считать сообщения из очереди, можно воспользоваться. Я взял вот первую попавшуюся библиотечку, InQ, SQS, и примерно вот так у меня выглядит минимальный консюмер, который считывает сообщения из очереди и как-то их обрабатывает. А как именно обрабатывает? Вот я достаю из сообщения job.id, и после этого я могу запросить результат распознавания уже у самой опишки, то есть вызовом метода getLabelDetection, я передаю ему ID-шник задачки, и он возвращает метки. Я наложил эти метки поверх изображения, и вот как это теперь выглядит. У нас все объекты, которые здесь есть, обвелись прямоугольниками и подписались. И также вверху слева вы можете видеть метки, которые касаются ко всему изображению в целом, ну и там есть архитектура, город и тому подобное, то есть что-то, что касается всего изображения, всего видео. И в JSON-е ответ выглядит примерно так же, как и в случае с распознаванием изображений, но здесь также он добавляет нам какую-то метадату про видео, кодек, фреймрейт, резолюшн, дюрейшн и тому подобное. Ну и также есть массив labels. И отличается от того, что было с изображениями, он только тем, что здесь добавляется еще параметр timestamp, и он означает то, где именно в видео у нас, на какой секунде видео были обнаружены эти метки. И я показал вам просто видео, но в проекте, в котором мне повезло познакомиться с этим сервисом, мы работали с 360 видео. И это такие видео, в которых камера снимает все вокруг себя, и мы можем потом уже после съемки повращать камерой. Ну вот я снял одно видео на последнем нашем тимбилдинге. Я на самом деле камеру держу неподвижно, а потом уже после съемки я смог вот так вот вращать в разные стороны. И сейчас оно выглядит, это видео, достаточно красивым, потому что оно наложено на сферу. Но в оригинале, в никак не обработанном варианте, оно выглядит немного странно, вот такое вот в некоторых местах растянутое, в некоторых приплюснутое, и снизу еще какие-то странные штуки изображаются. Это так оно выглядит в плоском формате. И несмотря на то, что оно вот такое все искаженное и странное, вот еще тут я в двух местах отображаюсь, потому что левая часть — это продолжение правой, он все-таки может нормально это все распознавать. Вот вы можете видеть, у нас распознаются мотоциклы, распознает меня два раза, потому что я и слева, и справа. Вот мотоцикл, в нем колеса. И несмотря на то, что оно такое все странное, это видео искаженное, он все еще может нормально его распознавать. И на самом деле это не все, что умеет Recognition, он умеет намного больше. Например, одна из функций распознавания текста, то есть мы можем загрузить картинку или видео, где есть какой-то текст, и он скажет, где именно находится этот текст и что именно там написано. А в случае с видео, в какой момент еще оно происходит. Также он умеет искать лица в коллекции. Мы можем наанализировать какое-то количество лиц, сохранить их в коллекции, для этого есть специальный API, и потом на каких-то изображениях видео искать лица, которые есть в этой коллекции. Ну, например, это можно использовать, если мы разыскиваем кого-то, мы сохранили этого человека в коллекцию, а потом берем трансляцию с какой-нибудь камеры и узнаем, есть ли там этот человек. То есть если он будет, то мы сможем отправить какое-то уведомление и тому подобное. Еще одна функция распознавания знаменитостей, то есть он может найти на видео или на картинке какого-то известного человека, ну, например, там, GF-базиса. Ну, я не знаю, зачем это можно использовать, но оно у них есть. И еще одна функция Detecting Video Segments, то есть он может распознавать какие-то части видео, то есть если у нас на видео есть резкий переход от одного кадра в другой кадр, то он вот этот переход покажет, и мы сможем это использовать, например, для того, чтобы более уместно делать рекламные вставки. Ну, и также он может, например, найти титры на видео, и, может быть, мы хотим их отрезать или что-то такое. И еще одна очень интересная функция — это Custom Labels. Мы можем обучить Amazon Recognition распознавать какие-то наши объекты. Ну, как пример того, что можно распознать, ну, например, никсовые худи. То есть мы можем загрузить какое-то большое количество фотографий с никсовым худи, он обучится, и потом на наших изображениях он сможет также распознать и сказать, что вот никсовые худи есть. Или, например, еще во время тестовых прогонов одна девушка у меня спросила, можно ли распознавать цветы. И по умолчанию он, если мы загрузим туда розу, то он скажет, что это просто цветок, это просто флавер. А если мы хотим, чтобы он умел отличать розу от фиалки, то мы можем загрузить ему какое-то большое количество фотографий розы, какое-то большое количество фотографий фиалки, он обучится, и он уже будет говорить, что это конкретно не просто цветок, а фиалка или роза. Что же по поводу цены? Распознавание одного изображения стоит десятую долю цента, а распознавание одной минуты видео стоит 10 центов. Ну и видео, они распознаются, метки находятся за каждые полсекунды, то есть каждые полсекунды берется кадр из видео и находятся на нем метки. Но если посчитать количество кадров, то есть в одной минуте оно 120 раз распознает, если это примножить, то получится 12 центов, ну по факту цена почти такая же. И еще я показывал там видео с наложенными метками, и в какой-то момент там камера опустилась вниз, и вот эти метки, которые были наложены, они немного сместились от объектов. Это произошло по той же причине, что он обнаруживает их каждые полсекунды, и поэтому вот это резкое смещение камеры, оно немного сместило эти метки. Для чего же это вообще можно все использовать? Ну, как я говорил в самом начале, мы можем улучшить поиск на нашем сайте, особенно если у нас платформа для хранения изображений и видео, как было в нашем случае, то мы можем, например, находить объекты, ну то есть пользователь ввел цветок, а мы можем найти все фотографии, на которых у нас распознались цветы. Еще один пример использования, это в Америке есть такой супермаркет, как Amazon Go, и он славится тем, что в нем нету касс и нету продавцов. То есть мы просто приходим туда, система нас распознает, мы берем нужный нам товар и просто выходим из супермаркета, и у нас автоматически снимаются деньги. То есть это все настолько хорошо у них продвинуто и настолько хорошо проработано, что они вот так уверенно могут отпускать своих клиентов, просто распознавая людей, товары и все такое. Еще одно применение, например, мы можем верифицировать лицо, верифицировать пользователя по фотографии или, например, проверить его документ, сравнить то, что у него в паспорте и то, что он прислал нам с фотками в сэлфи. И еще одна идея, еще одна идея, которая мне пришла в голову, как это можно использовать, это поиск людей в каком-то большом архиве. Ну, например, когда мы участвуем в каком-нибудь марафоне или когда вы приходите к нам на оффлайн Nix Multiconf, то в результате этого есть какое-то большое количество фотографий. И те люди, которые участвовали в этом мероприятии, хотели бы получить свои фотографии, но им не хочется листать все эти 3000 и искать, где там они есть. И вот было бы классно, если бы было приложение, где ты делаешь сэлфи, загружаешь свою фотку и тебе отдаются все фотографии, где ты присутствуешь. Как я говорил в самом начале, модерация контента, как я показывал с Инстаграмом, я думаю, мы бы хотели, чтобы и в наших приложениях был такой функционал, чтобы если пользователь загрузит что-то непристойное, то мы это не показывали на главной странице сайта и чтобы мы не имели никаких проблем с законодательством. И еще один кейс – это то, как использовали мы. мы находили на видео какие-то интересные моменты и потом мы делали из этого всего слайд-шоу. То есть если там на 10 секунде у нас проехал велосипедист, мы распознали этого велосипедиста и из этого можно вырезать какие-то 3 секунды и склеить в общий фрагмент. Конечно, у нас для этой всей системы использовался не только Amazon Recognition, но он нам очень помогал тем, что давал понять, какие метки есть на видео. Конечно же, Amazon Recognition – это не единственный сервис, который имеет подобные. Их есть гораздо больше. Ну, из основных конкурентов – это, конечно же, Google Cloud Platform, у которой есть сервис Google Cloud Vision API, который предоставляет подобный функционал. И еще меня спрашивали, может ли Amazon Recognition распознать цвет объекта? Ну, то есть, например, если мы увидели ноутбук, а какого же он цвета? И вот Amazon Recognition не может такого, а насколько я знаю, у Google есть подобные функции. И у Ажуры на самом деле вот этот весь функционал, он разбит на несколько сервисов, у них есть Microsoft Computer Vision API, у них есть для распознавания лиц, у них отдельный сервис Azure Face API, также у них есть Azure Custom Vision API, Custom Vision Service, который что-то наподобие амазоновских Custom Labels. Ну и также для работы с эмоциями у них есть Azure Emotion API. В завершение я хочу сказать, что лично мне было очень интересно с этим разбираться всем. Я предлагаю вам после моего доклада попробовать тоже поразбираться с этим всем, попробовать поиспользовать. И я думаю, что вам понравится, и это будет интересно. Особенно если у вас на проекте, если вам на проекте приходится писать какие-то формочки, и вы заскучали, то можно очень сильно поразвлекаться с этим всем. Поэтому к этому я вас и призываю. Ну, на этом всем спасибо за внимание. Я очень надеюсь, что у вас будут интересные вопросы. И я напоминаю, что за интересные вопросы у нас будут подарочки. Огромное тебе спасибо, Богдан, за этот прекрасный доклад. Теперь мы можем перейти к секции вопросов и ответов. И первый вопрос у нас звучал так. Первый вопрос. Скажите, где и что лучше всего почитать? Какие из ресурсов сайтов для того, чтобы познакомиться ближе с AWS Recognition? Ну, в первую очередь я бы, наверное, советовал саму документацию AWS, потому что там можно очень много почитать и от самих создателей. И также можно посмотреть презентации самого AWS, где они показывают, как это все можно использовать и как это работает. Ну, я думаю, это самые полезные материалы будут использовать официальные документации и все, что предоставляет Amazon. Спасибо за ответ. Хорошо. Тут еще вопрос интересный. Спрашивают, когда говорят о AWS, это всегда о деньгах. А есть ли возможность бесплатно попробовать AWS Recognition для разработчиков? Да. У AWS есть такая штука, как Фрид Тир. То есть, когда вы только зарегистрировали себе аккаунт, то вы можете пользоваться всеми его сервисами на протяжении года для того, чтобы разобраться, как это все работает и потестировать это все. Поэтому Amazon Recognition точно так же имеется в бесплатной версии, и вы сможете с этим всем поиграться и потестировать. Но, как я уже говорил, это действует на протяжении года, а дальше вам нужно платить. И еще один вариант. Если вы являетесь студентом, то вы можете зарегистрировать себе студенческие аккаунты AWS, и вам дадут 100 долларов на год, на который вы можете экспериментировать с его функциями. Окей, спасибо. Следующий вопрос. Можно ли организовать такое распознавание объектов без использования сервиса AWS? Да, я приводил, в пример, другие сервисы, например, Google и Azure, и, я думаю, есть еще какие-то аналоги. Но также, если мы не хотим использовать вообще никакие облачные провайдеры, то это или писать какую-то нейронку самому и обучать, что очень сложно, или, я думаю, можно найти какие-то уже готовые нейронки, которые есть в open source, и попробовать их поднять у себя в проекте. Но это, наверное, сложнее. Конечно, сложнее. То ли вызвать просто REST API, то ли разбираться с тем, как работают нейронки, как их запускать, и все вот это вот. Хорошо, тут еще такой вопрос. Ты рассказывал про проект с видео. А как вы решали, какие из моментов видео есть интересными? Очень интересный вопрос. Нам Amazon отдавал какое-то большое количество меток, и на вот эти метки мы вырезали фрагмент видео, брали из него фотографию, и дальше у нас была нейронка, которую уже писали на нашей стороне, которая умела определять процент, насколько интересный этот момент. И для этого использовались фотографии из разных инстаграм-аккаунтов и тому подобных. Можно было определить количество лайков, и вот на основе этого определялось, насколько интересен этот момент в видео. Это было интересно. Хорошо, у нас тут еще много вопросов. Да, достаточно много. Да, и много интересных. Так, что мы еще? Что вам еще понравилось? Ну, я думаю, можно вот этот вопросик задать. Можно ли совмещать запрос на распознавание лейблс и распознавание текста? Только если отправить два отдельных запроса. То есть мы отправляем отдельно распознавание текста и отдельно распознавание лейблс, и потом совмещаем эти результаты, когда оно обработается. И платим отдельно за каждый, да? Да, вопросов на самом деле достаточно много. Есть предложение перейти в Zoom. Да, ребята, у нас для секции вопросов докладчику также у нас будет стартовать Zoom, в котором вы можете пообщаться непосредственно с докладчиком. Мы также с Димой присоединимся к вам и будем продолжать общение там. Хорошо. Да, сейчас хочется поблагодарить Богдана за прекрасный доклад. Вручите ему вот эти вот шикарнейшие подарочки. Да, шикарнейшие табличечки. Это бизнес? Да. Спасибо тебе, Богдан. Спасибо большое, Богдан. Всем спасибо за внимание. Тем временем хочется продолжить и продолжить одним вопросом, который мучил меня еще с самого начала. Вопрос к тебе, Антон. Скажи, а ты помнишь, как начиналось SyncPHP? Ух, история SyncPHP насчитывает где-то 8, даже больше лет. Начинался SyncPHP с метапа, который мы проводили в 2012 году. Мы там собирали друзей в основном, да. Мы писали друг другу в мессенджеры, писали в Твиттер. Твиттер уже был, а вот Телеграма еще не было. То есть настолько это было давно. Ваську, что ли, писали? Ваську. Я, наверное, Ваське уже... Наверное, Аська уже отжила свое к тому моменту. Но в любом случае, да, мы искали друзей и единомышленников. К тому моменту мы собрали человек 100, наверное, в маленьком тесном помещении. Это было... Я уже даже не помню, где мы собирались. Это было давно. Это было маленькое тесное помещение. Да, это было маленькое тесное душное помещение. Хорошо. А сегодня уже 20-е. За 8 лет мы проводим 20-е. Юбилей SyncPHP, друзья. С чем нас и поздравляем. Поздравляю. Спасибо. Спасибо.